Парламент Если говорить о том, кто пройдет, то, скорее всего, то, что я вижу и за кого будут голосовать люди, хотя явка будет, я думаю, на уровне 35% не больше. Может быть, конечно, нагонят, ну, как обычно, потому что сейчас у нас есть такие вооруженные бригады с автоматами, которые могут зайти на любую дельницу, ну, то есть участок, и, в принципе, под автоматом любая комиссия напишет, что даже партия, которая набрала 0,0 голосов, она наберет на 100%. Вопросов никаких нет. Все понимают прекрасно, что с автоматами ты спорить не будешь, правда? Поэтому с точки зрения демократичности и законности этих выборов я бы поставила под большое сомнение. Но, тем не менее, 26 числа они состоятся, я так думаю, явка, я уже сказала, будет небольшой, пройдет, на мой взгляд, блок президента, который называется блоком Порошенко, где попрятались очень многие там интересные персонали и перевертыши политические. Точно так же, как и оппозиционный блок, скорее всего, пройдет, потому что по некоторым юго-восточным областям он сейчас уже занимает вторую строчку в рейтинге. Пройдет Юлия Тимошенко, я думаю, что, скорее всего, пройдет главный политический клоун, есть Лешко, и политик одновременно. У нас в Киеве висят бигборды, клоуны за Лешко. Я думаю, что клоун не клоун, но, тем не менее, есть определенный процент населения, который голосует за популиста в чистом виде. Я так понимаю, ему не дают лавры политика Жириновского, может быть, я не знаю, способность так выступать очень эмоционально. Но, тем не менее, он, скорее всего, проходит. Вот эти 5-6 максимум сил, есть еще националистическая свобода, крайне националистическая, которая, вы помните, призывала разбираться с некоторыми национальностями. Не хочу повторять эти нехорошие вещи. Она находится, сейчас ей дают 3,5-5%, то есть, я думаю, что на Западной Украине, где они владеют тремя областями украинскими, это Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, скорее всего, они обеспечат себе проход за счет этих областей. В общем, вот эти 5-6 сил проходят в парламент. Может быть, будет какой-то, ну, знаете, как там рояль в кустах, у нас была когда-то партия зеленых, которая там имела на старте процент и попала в Верховную Раду, ну, потому что смогла переломить за две последние недели перед выборами мнений избирателей своей вот такой экологической зеленой риторикой. Ну, сможет ли, например, наша партия «Солидарная женщина Украины» это сделать, хотя собрались женщины, которые настроены очень антивоенно, это матери, это те, которые хотят мира в нашей стране и хотят, чтобы наша страна была счастливой и миролюбивой, да, вот, чтобы не лилась кровь, и то, что сейчас мы наблюдаем на Донбассе, это, конечно же, катастрофа для всей страны. Сможем ли мы пройти, я не знаю, как бы это решит последняя неделя, и возможности финансирования определенные, насколько я понимаю. Как реагирует народ на все процессы, которые сейчас происходят? Ну, знаете, наступает уже такая тихая обструкция всему, потому что, честно говоря, экономика не просто упала, а ее фактически сейчас нет. И кто бы что ни говорил, какие бы там по телевизору ни показывали великие достижения, экономика определялась очень во многом Донбассом в том числе. И сейчас этот регион на 60% разрушен. Соответственно, это ударило абсолютно по всем сферам. Мы имеем возможность судить по Запорожью, где закрылось, наверное, почти 50% предприятий, а другие выживают вот какими-то непонятными, как Запорожье стали серыми схемами. Можно говорить о Николаеве, большие проблемы, там, вы знаете, судостроительные заводы, да, очень во многом Юго-Харьков, очень во многом Юго-Восток был зациклен на производство с Россией. И, соответственно, сейчас в связи с моментами санкциями и вот этим вот состоянием очень большой враждебности, которую нагнетают сами политики, сейчас мы имеем огромные экономические проблемы на Юго-Востоке, и, соответственно, рост безработицы. Сейчас только официальный рост составляет 10%, а если посмотреть по скрытым показателям, то, я думаю, до 25% он доходит. Потому что есть безработица, когда, вы знаете, скороченный, сокращенный рабочий день, или же вынужденный отпуска. Есть большие проблемы в бюджетной сфере, потому что из-за падения гривны по отношению к доллару абсолютно нет перерасчета ни пенсии, ни зарплат, ни льгот, ни пособий. Соответственно, то, что было 100 долларами раньше, 800 гривнами, то сейчас это в полтора раза меньше, даже уже больше, чем в полтора раза. То есть доллар купить можно только по 15, а раньше он был 8. То есть мы понимаем, да? Кто сейчас на этой ситуации выигрывает? Ну, мне кажется, выигрывает олигархат и проигрывает украинский народ. Я так понимаю, олигархи думали, что можно как предприятиями управлять, там, экономически, да, вот, создали свои предприятия и управляем, то точно так же можно управлять страной. Но я хочу сказать, что вот чтобы управлять страной, должны быть настоящие политические менеджеры, а не бизнес-профессионалы. Потому что Украина – это страна, а не экономический проект. Это разные вещи. Это мой взгляд на ситуацию. Я бы перемирием это не называла. Я бы называла это так снижением уровня войны. Просто это снижение уровня войны дало возможность хоть каким-то образом людям вернуться в города, хоть каким-то образом сделать относительно безопасные зоны и начать экономически выживать. Потому что идет зима, а инфраструктура Донбасса почти на 60% разрушена. То есть как будет выживать 7,8 миллиона человек, а на территории самопровозглашенных республик проживает до 70% населения бывших республик, как они говорят, бывших, ну как областей Луганской и Донецкой, которые вот в состав Украины входят. Теперь часть из них называется самопровозглашенной Луганской и Донецкой республиками. То есть вот эта вот ситуация с тем, что 75% из 7,8 миллиона человек вынуждены будут как-то выживать, на этот вопрос перед зимой, я не знаю, Господь Бог только может дать ответ. Ну и сильные мира сего, там сверхдержавы, которые будут договариваться фактически о судьбе этих людей. По поводу газа, это очень тесно связано с экономикой Донбасса, но я вам могу сказать, что российский газ на Донбасс идет отдельной веткой, он идет до Мариуполя, вы, наверное, это знаете, это связано с советскими экономическими циклами было, поэтому как бы я думаю, что Донбасс, на Донбассе, кстати, может быть тепло. Что будет в остальной Украине, это большой вопрос. Как бы есть надежда, да, там была провозглашена скидка на 100 долларов, спеццена как бы так называемая, но есть моменты с задолженностью с большой, более 3 миллиардов долларов, если не ошибаюсь, и гарантиями Европы про эту задолженность, да, что это может Европа проплатить эти деньги России, если у Украины не будет денег. Ну, что я вам могу сказать, как киевлянка, да, там холодно, в школах холодно, в больницах холодно, вот сейчас стало чуть-чуть потеплело, стало теплее в домах, горячей воды, ну, практически нет горячей воды, все поставили бойлеры. Мне кажется, что сейчас бы нам в Киеве или в других городах нужны были бы мэры не политики, а мэры профессионалы, то есть мэры-коммунальщики, по большому счету, потому что Кличко хороший боксер, но он не может быть хорошим мэром, потому что он не разбиваривается в коммунальном хозяйстве. Народ, который вышел на Майдан, ждал освобождения от олигархии, получил, наоборот, сверхолигархию. Одного Януковича поменяли там на 10 богатых, супербогатых людей, которые пришли к власти. Появилась озлобленность, разочарование, и я думаю, если так пойдет дальше, и люди начнут возвращаться с конфликта, донбасского конфликта, то не за горами какой-нибудь третий Майдан, только в еще более радикальном варианте. Молодежь, которой 23 года никто не занимался, и никто не воспитывал, и никаких ценностей не прививал, она выросла с тем, с чем она выросла. И многие сейчас украинский патриотизм путают с жутким совершенно радикализмом, который приводит к оскорблению людей с другой точки зрения, к ненависти к Георгиевской ленточке, к вот этим вот агрессию по отношению к Великой Отечественной войне, к ее героям, к нашим героям. Это ужасно, на самом деле. Мне кажется, что каждый, любой политик прекрасно понимает, что политика и дипломатия есть компромисс, возможность компромисса. Еще ни одна война не заканчивалась абсолютной победой какого-то из государств. В древности, когда полностью уничтожались народы и стиралось с карты земли государство, ну мы же не звери, мы же не какие-то вообще полные моральные уроды для того, чтобы повторять подобные вещи. Поэтому однозначно сейчас в современном мире, где правит ядерное оружие по большому счету, и определенный существует такой баланс сил, нужно будет договариваться, что добилась сейчас Украина в связи с тем, что не захотела слышать юго-восточные регионы, которые говорили о децентрализации. Ну в принципе месяц просили федерализацию, децентрализацию, как угодно называйте. Был такой великий украинский политик, царство небесное Вячеслав Черновол, он был украинским националистом, погиб, если вы помните, там еще проблема была с участием Кучмы в этом процессе. Так вот он, например, говорил в начале 90-х о том, что Украина должна быть децентрализованной, а может быть и федеральной страной по земельному принципу Германии, например. И тогда разная ментальность разных регионов Украины будет сбалансирована и не будет конфликтов. Но его тогда никто не услышал. К сожалению, сейчас не услышали Юго-Востоке. Мы имеем то, что мы имеем. И теперь разобраться в этом конфликте крайне сложно. И чем дальше, тем больше это настоящая петля на шее получается у всех. Закрыть глаза на требования почти 8 миллионам населения – это невозможно. Закрыть глаза на те процессы, которые происходят – невозможно. То есть 100 переговоров напрашивается сам собой. Хватит ли у политиков политического такта и просто человечность и вообще ума для того, чтобы это понять и дальше не ввергать народ в эту военную пучину – у меня большой вопрос. Но у нас другого выхода нет. Если бы сразу услышали вопрос децентрализации, ничего бы не было. Не было бы ни кровопролитной бойни, не было бы ни такого жесткого падения экономики и вот такого, знаете, полного разочарования в людях. Поэтому придется слышать. Я считаю, что мы не сможем обойтись без децентрализации, и к этому нужно прислушаться. И тогда, может быть, мы даже можем говорить о определенных возможностях в отношении Донбасса. Продолжение следует...